Александр Савенко, советник департамента по региональной политике ДТК «Энерго». Расскажите, какой вклад делает фонд Рената Ахметова в помощь больницам? Ренат Ахметов в первом Украине включился в мероприятие по противодействию коронавирусам, и на эти цели было выделено 300 миллионов гривен. Если говорить непосредственно по Днепропетровскому региону, то с начала пандемии мы передали Днепропетровской области и лечебным базам, где оказывается помощь больным COVID-19, 30 тысяч экспресс-тестов. Для областного лабораторного центра был передан высокоточный ПЦР-анализатор, потому что мы понимаем, что это крайне важно выявлять больных COVID-19 и оказывать им своевременное лечение. Плюс мы уже передали 12 аппаратов ИВР в предыдущих партиях. На этой неделе для Днепропетровской области передаем еще 9 аппаратов, в том числе 2 аппарата на городские больницы города Днева. Это системная помощь. Мы отрабатывали совместно с местными органами власти, совместно с Министерством здравоохранения, какая конкретно помощь нужна медицинским учреждениям. И сегодня мы системно эту помощь оказываем. Поэтому компания ДТК, это социально ответственный бизнес. Мы понимаем, что здесь работают наши предприятия угледобыча, генерация электроэнергии, сети, поставка, возобновляемые источники энергии. Здесь, в городе Днепр, Днепропетровской области, живет большое количество наших сотрудников и членов их семей. И, естественно, для нас крайне важно оказать поддержку тем территориям, где работают наши предприятия. Какая стоимость этого аппарата и производитель? Это производитель этих аппаратов китайских. Есть еще часть аппаратов, которые мы передаем, это французские. Потому что сегодня было крайне сложно эти аппараты доставить в Украину. Потому что фонд, по сути, сделал невозможное. Сегодня на мировом рынке есть значительная конкуренция за медицинское оборудование. И вот сами врачи подтверждают, и местные органы власти, о том, что сегодня закупить то оборудование, в котором нуждается больница, его крайне затруднительно. Но, тем не менее, 200 аппаратов ИВЛ сегодня уже постепенно поставляются в Украину и распространяются по лечебным базам в различных регионах Украины. Стоимость этих аппаратов, знаете, как можно оценить стоимость человеческой жизни? Здесь крайне важно оказать эту помощь для того, чтобы поддержать здравоохранение и оказать помощь для спасения жизни. Скажите, кроме 16-й больницы, какие больницы еще получат аппараты ИВЛ, может быть, сегодня и еще в ближайшие какие-то поставки будут или нет? Сегодня мы поставляем аппараты один в 16-ю больницу, второй в 9-ю городскую больницу. Будут еще следующие поставки, мы совместно с Департаментом здравоохранения обсуждаем, какие лечебные учреждения эти аппараты передавать. И еще защитные костюмы, да, сегодня передали? Это медицинские костюмы для медиков, для представителей здравоохранения.